Музыка Вот чем по большому или по маленькому счету занимаются проукраинские организации и другие молодежные организации, как правый сектор в Украине, в Харькове, в других городах. Мониторят суды, непосредственно касающиеся как армии, как добробатов, ВСУ также и другие очень важные вещи, которые должны и нуждаются в мониторинге хоть кого-то. Чем занимаются волонтеры? Ну, известно чем. Возят в армию вещи, необходимые инструменты для борьбы, боевой борьбы с оккупантом и так далее. И не только правый сектор, я имею в виду политическую организацию, а и также АЗОВ, тоже политическую организацию. От АЗОВа, которая принадлежит, ну, не больше как бы правый сектор. Хотя и те, и те, выходцы с Майдана, и с теми, и с теми выходят участвовать в разных акциях. Ну, суть в чем, в другом. Но суть в чем, не только в нужности, необходимости этим заниматься, но и в осознавании и понятии, что же дальше, где конечная цель, где пункт, когда, ну, пример, что вот, когда-то был тоже во времена Януковича, антирыговская организация, которая тоже поддерживала июлю, и «Прорвемся», вот называлась, там тоже боролись, ну, значит, с режимом Януковича и тому подобное. Ну, естественно, вот какими силами, там, митинги, плакатики и тому подобное. Ну, парки прибирали от мусора, чистили. Ну, на видео-то показывали, фото, чтобы люди видели, понимали, что мы заботимся. Ну, а чья это работа парки чистить, то? Ну, конечно же, дворников. А кто должен заниматься судами, мониторить их? Ну, естественно, те, которые получают за это зарплату. Те, которые следят, там, за судьями и тому подобное. Кто должен ездить, ну, кроме волонтеров, если кому-то нравится, то пускай ездит, к бойцам на фронт. Ну, службы провизии. Ну, как мы видим, ничего этого, ну, нету, не происходит. Или происходит в очень малом количестве, в котором ни бойцы, ни народная справедливость не может, не может, ну, никак не может сказать, Да, у нас все круто, мы всем обеспечиваем, жизнь гладкая, красотища просто, кругом, в армии, война, как по маслу. Да, суды, все супер. Значит, занимаются этим правый сектор и другие организации. Выходят, то ли семейные подряды уже можно на поколение, значит, отец мониторил, внуки будут мониторить, деды, прадеды. Все у нас в династии мониторят суды. И также ездят волонтеры. Правда, некоторые волонтеры иногда забывают, что они ездят все-таки на войну к тем солдатам, которые воюют, и на следующий день их может не оказаться, этих солдат. И они там не только за конфетки, не только по призванию, по срочности, контракт за баблом и все. Ну, какое бабло можно сравнить с жизнью? Они за жизнь заработают намного больше этого добра, если проживут эту жизнь, не погибнув на фронте. То есть, это хорошо, да, волонтеры молодцы, но приезжают, они тут пиарятся, грамоты, троллевали, это поля. А бойцы на фронте чем могут попиариться? Совсем не тем, что рассказывал Яценюк в свое время, там куля в лобник и тому подобное. Сейчас вместо этой кули в лоб его задержали в Женеве, где-то там в аэропорту, с 50 тысячами зелени, долларесов, которых он собирался потратить в Кручевеле. Гонтереву тоже задержали в Женеве, а Яценюка, знаешь, что задержали, оказывается? Что он вез наличкой 50 тысяч долларов. То есть, вот тебе тренд, говорит, а рученьки где? А рученьки вот, говорит, а деньги? А деньги в чемодане? А куда ты их вез? Куда ехал? На курорт. Ну, и что получается? Отцы, деды мониторили суды, волонтерили, волонтерили, еще так будут пару тысячелетий волонтерить. А тут, как было, все таки остается. Ну, к чему я это все? Чтоб лишний раз просто поскоржетать по нервам и напомнить? Нет, конечно. А к тому, что любой шанс как можно быстрее, чтобы оно не законсервировалось, вот эта херня. Чтоб комплекс неполноценности снова не вошел в это общество глубоко развитое. Это не в Африке, где, ну, воды нету. Люди как-то живут, умирают тысячами с голоду, чуть ли не каждую неделю. А тут на тебе, все классно. Живи не хочу, только борись, чтоб ты на коленях не стоял. Ну, и тому подобные речевки с митингом. Это я к тому, что любой шанс, хотя бы такой же, как Саакашвили, использовать нужно. Тем более, он говорит, что я не собираюсь тут приходить, отбирать как бы арийскую власть и быть как бы грузин, чтобы над украинцами было такое. А то, что вальсмана над украинцами, это все фигня, да? А то, что грузин над украинцами будет, ну, не командовать, ну, я же не знаю, как вытолмачить, какие слова подобрать, чтобы люди вхавали через свой эгоцентризм, через интегральность. Интегральность. Интегральность постулатов борьбы, постулатов присяг, заклыки в добродьбы геройской армии, повстанской УПА, хотя бы. И вот выходит, что закончилась революция, гидности, достоинства, кровавая революция, которая принесла украинцам как бы свободу. Да, война продолжается, и тому подобное. И что? Что снова? Снова в те же сани, снова та же борьба, как и при Януковичем, чистить парки, да, политика, писать геройские статьи, мониторить суды и тому подобное. А те миллиардные потоки, которые принадлежат Украине, прежде всего, которые должны быть в Украине и идти, естественно, на добро будет Украины, за что боролась УПА, за что все боролись. И сейчас вот борются, ну как, ну, парки убирают, суды мониторят, волонтерят, а там наверху миллиарды тырят. И дальше все нормально. А вот когда изменить это все коренным образом, когда Саакашвили сам предлагает и говорит, что вы поменяйте, восстаньте, народ, халло, поменяйте. Ну, вот некоторые заявители права и сектора говорят, а нам на все это рыгать вообще. Как это вы тулмачите? Где это берется? Чтоб вчера были своими, а завтра начинают люди становиться, когда к власти приходят, чужими. Вчера одной шамерикой укрывался, как говорит пан Смешко, а завтра он становится барыгой чисто. И предает тебя, ну, чужим тебе становится. Ни о какой патриотизме там уже и речи быть не может. Тогда, получается, ну, не стали же такими правы сектора. Ну, потому что нету такой власти, получается. А если бы еще больше дали воры, барыги, олигархи, еще бы больше этой власти подкинули, то что, может быть, и стали такими? Ну, где смысл? Или взять власть и руководить ею, и быть ответственным за эту власть. Или под ножным кормом у олигархов, которые кричат куля в лоб, а потом полтюг тысяч, пятьдесят тысяч баксов, окрушевельяк, яйценюк, ездят туда отдыхать. Ну, что ж, понятно. Ну, потому что многие ваташки, положительные герои, люди, не только в правом секторе, а и во многих общественных, проукраинских организациях, националистических, национальных, как их хотите называете, они просто смотрят, смотрят и думают по-своему. Как им аплодируют, как их встречают, воспринимают, грамоты поощряют. Это все из совка, конечно, все осталось, и они ничего изменить не могут, потому что они этого делать не могут. Потому что нет такой системы, которая бы в Украине что-либо контролировала. Потому что чисто госсистема, мы же видим, оно не работает. Потому что госсистема силовая, она способна, в принципе, только крышевать и покрывать потоки. Многомиллионные и миллиардные. И эти потоки, естественно, как зеркало, отображаются на потоках в армии. Они дублируются. Если можно на гражданке, можно и в армии. Как было, в принципе, и при Януковиче. Чем раскладывает армию, деморализует. И волонтеры бы лучше привозили свои, как они борются с коррупцией и тому подобное. С деморализацией в армии, как они помогают, чтобы не воровали в армии, чтобы гадость не распространялась, фикция, вот эта воровская, барыжная по армии, структурам. Вместо этого я вот приехал, привез грамоты. Классно, ура, все побежали счастливо. Все кошечки, собачки, елочки упали, посмеялись. Бойцы в шпиталях приезжают почти каждый день. Кто раненые, кто убитые. Семьи плачут. Покуда не сорганизовалась такая система отношений и вертикали в государстве. Ну, плюс и демократическая, чтобы как бы стандарт там вонючий. В основном постсоциалистической, левацкой, венецианской комиссии. Да, чтобы немного соответствовало стандартам. Ну и чтобы система работала, а не раболитствовала перед олигархами. Хотя бы как в Грузии. Для этого и правый сектор, и другие проукраинские организации должны быть как политбюро. Тем бы ты там ни был. Министр юстиции, срюкстиции, на потоках, министр чего-то финансов еще. Проворовался? Ага, мы тебя заметили. Было столько, стало столько. Чем заработал? Ну, это понятная схема. Убежал? Куда ты убежал? В Аргентину убежал. О, так, Иванов Петров, распишитесь, вот вам командировочка в Аргентину, чтобы того козла и его, его, тех тоже козлов, на которых он ограбил. Ничего не будет. Они сбегут. Они убегут. А кто отвечать за базар будет? За базар же надо будет отвечать кому-то. Они все убегут с деньгами. Ну тогда что? Надо тогда будет Калиев создавать команды и посылать за каждым. Вот куда Павел Мороз убежал? Заместитель Петренко. Вот мне интересно, он передавал взятки Петренко или нет? Вот еще один тренд тогда даю тебе. Это же правоохранители должны. А мы-то должны все быть правоохранителями по пятой статье Конституции. Ну, Олег Игоревич, презумпция невиновности. Или пускай делятся со страной, или нахер они такие нужны, чтобы и другим неповадно было. Ну, такого, естественно, нет. Это все наоборот. Вот эти все козлы, наоборот, как хомячкам, как морским свинкам, втираемы, подсыпают только ваташкам, ну, тем, которые должны быть полетбюром для вот этих козлов всех. Наказывать их и тому подобное. Ладно. Вытолдычил, вытолмачил, я так думаю, считаю настолько простым все языком и понятием, что, ну, непонятие этого, ну, уже такой простой, ну, до понятия схемы. Это уже быть нужно, ну, настолько уже притупленному. Или в интересах. В дележке с ворами. Каждый выбирает то, что задовольнит его совесть. Ну, а что же делать тем, которые на передке, которые не могут и бороться за справедливость тут на гражданке, и одновременно стрелять по врагу? Что вот им делать? На кого им надеяться? Получается, не на кого. Потому что в голове только одни грамотки, поощрение от власти. Хоррор. Ну, и представьте себе только такой ситуацион. Если сравнить Трампа и сравнить Порошенко. На условия Украины и Америки. Сравнить властью. Сотнями лет Америка строила, выстраивала по крови, по косточкам свою демократию. Системы расподилу власти, ЦРУ, другие милитарные, там, парамилитарные организации. Государственные, правительственные, внешняя, там, внутренняя разведка и тому подобное. И тут приходит такой рыженький рейнджер, великий Трамп. И, опаньки, я уже, здрасте, приехал. Теперь все под себя начинает поджимать. Едет, значит, к Вовке Путину, едет до Вована Путину куда-нибудь на азийский саммит. И там похлопывает Путина по дружеским местам. Тот снимает у него маечку, целует животик. И они едут в финскую баню делить мир. Как бизнесмены. Один кровавый, Вовка Путин бизнесмен. А другой такой лавелас бизнесмен. И весь мир в шоке. Америка понад усе, и там Рашка тоже понад усе. Как мы все видим и наблюдаем, этого покаместь нету. Потому что есть четкая структура расподилу власти в Штатах. Чуть шо? А, брателы, ты не туда зашел. Тебе надо, значит, импичмент. Иди баб, ну, своих этих, иди моделек собирай. Там лавеласничай с ними. Бизнес крути. А политика это ого-го. Это тут тебе не игра в бизнес. Начинал с чего-то, закончил миллиардной империей. С помощью, вероятно, массонерии. Потому что просто так бы туда Иванка бы не ходила. А тут еще Китай, арабский мир. И мы не хочем из-за тебя, Трамп, лавелас, чтобы ты так же якобы со всеми договорился. Так не бывает, как с Путиным. И да лавелась аж эту планету так, что мы будем ходить потом с платочками и кыхыкать от ядерной пыли. Это тебе не в Украине, где люди погибли за Майдан, за идеалы. А потом пришла сфора псов, там, со сцены Майдана или еще откуда-нибудь, которая была вместе с этим Майданом, как бы была, ну, на сцене, это не совсем была. А потом наплевала на этот Майдан, растоптала его идеалы, загробила в коррупции. И еще издевается, ездят на Крушевеле, содержат многомиллионы, миллиардные империи, на крови, на торговле на крови, на потоках коррупционных, которые демолизируют армию и тому же. Это тебе не в Украине, право. Тут Америка, тут так не переподчинишь парамилитарной организации. Или баб, возвращайся лапать к бизнесу своему, или делай так, как тебе говорит многовековая система демократии в Штатах. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...